События церковного календаря Продолжение следует... Выставка в музее Ивана Гончара 96-я годовщина смерти Василия Сурикова Репортаж с Родины художника Выбор веры. Опыт современников 27 марта святейший патриарх Кирилл совершил чин освящения закладного камня на месте строительства нового храма в Южном округе Москвы. Акция строительства 200 храмов в российской столице набирает оборотов, но выбор названия святыни на этот раз довольно непривычный. Далее подробнее. В районе Нагатинского затона, где строится храм военно-святителя Спиридона Кремифонского, проживает свыше 100 тысяч москвичей. Среди них много православных верующих. Однако сейчас здесь действует лишь одна церковь. Поэтому для местных жителей строительства нового Дома Божьего, а тем более торжественное освящение закладного камня патриаршим чином, настоящий праздник. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Строительные работы, которые осуществляет компания Донстрой, ведутся полным ходом. Уже возводятся стены. По проекту церковь будет величественной и нарядной. Святейший Патриарх Кирилл попросил строителей особое внимание уделить техническому обеспечению доступности храма для инвалидов. А к собравшимся возле стройплощадки по случаю радостного события верующим обратился с первосвятительским словом и напомнил, что каждый храм – это место встречи человека с Богом. Однажды при закладке нового храма в Москве я сказал, что храмы эти строятся в воспоминаниях о тех порушенных наших святынях. На тех местах, где стояли древние московские храмы, по многим причинам не всегда возможно построить новый храм. Вот так же случилось и с храмом святителя Симеона Спиридона Тремифунского. На улице Спиридоновка, бывшая улица Алексея Толстого, в самом центре Москвы, замечательный, намоленный, старинный храм был взорван. До сих пор некоторые люди стараются, чтобы на том месте храм был воссоздан. Но возникают различного рода проблемы, в том числе связанные и с решением сложно решаемых градостроительных задач. Основывая храм святителя Спиридона Тремифунского на этом месте, мы в том числе создаем храм и в память той разрушенной святыни. Первосвятитель выразил надежду, что с Божьей помощью храм во имя любимого греческого святого в ближайшее время будет возведен. На Руси святителя Спиридона Тремифунского сравнивают с Николаем Чудотворцем и также глубоко почитают. К слову, напомним, что три года назад мощи святителя Спиридона пребывали в Украине. Тогда святыня посетила большинство епархий Украинской Православной Церкви. Только в Киеве святым мощам святителя Спиридона поклонилось более 300 тысяч верующих. Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чайковского. Его прекрасные стихи и в наше время продолжают воспитывать детей. Однако до сих пор без внимания остается то, что все его произведения о вере и взаимоотношениях человека с Богом. Почтить память поэта и православного христианина решили в одном из столичных храмов. Духовенство и молодежь пригласили на творческий вечер памяти Корнея Чайковского ветеранов войны. Нынче муха, цокотуха, именинница. Эти стихи когда-то им читали мамы, потом они воспитывали на них своих детей и внуков. Муха, цокотуха, майдадыр, айболит. Стихи Корнея Ивановича Чайковского – это своего рода связь поколения. Они выдержали цензуру в 20 веке, прошли испытания моды в веке 21. Чайковский универсальный для детей и второго, и третьего тысячелетия, потому что писал о вечном. Это тот человек, который своей жизнью засвидетели стал любовь Божию, и он пронес эту любовь в разных жизненных ситуациях. Корнея Чайковский – уникальная личность. Это не просто чистый, безгранично добрый и искренний знаток детской психологии. Он был откровенно православным в то время, как само слово «Бог» было под запретом. Тот же майдадыр жестоко подвергся травле только из-за того, что там были две строчки. «Боже, Боже, что случилось? Отчего же все кругом?» Завертелось, закрутилось, побежало кувырком. Только из этих двух слов обращение «Боже, Боже». То есть пришлось переделать срочки на что такое, что случилось, соответственно, уже поменялся ритм, ритма распалась. В своем стремлении донести истину к детям его не останавливали даже такие выпады советской власти. Чайковский нашел мужество, чтобы в годы атеизма сделать пересказ Библии для детей. Весь тираж пошел под нож. Книга увидела свет лишь в 90-м году. Тем не менее, он сумел сохранить детскую чистоту, восприятие жизни, любовь к людям, к миру, к детям. Я считаю, что такой человек заслуживает того, чтобы мы вспомнили о нем и почтили его память. Журавлик, журавлик, японский журавлик, ты вечно живой сувенир. Вечер памяти Чайковского очень быстро перерос в вечер поэзии и песен. Ветераны с удовольствием слушали молодежь и, вдохновившись, декламировали свои собственные стихи. По склонам белеют храмы, в садах утопают золотыми куклами, на солнце сверкает. Сколько парков над рекой, их не сосчитаешь, по каштановым олеям аромат вдыхаешь. Они уже привыкли встречаться именно здесь, под куполом, для духовных разговоров и творческих вечеров, но прежде всего для молитвы. В храм ходили, и с детьми ходили, и с родителями ходили, но потом это начали запрещать. У меня семья была верующая, у нас была очень красивая икона, я ее, к сожалению, не привезла в Киев, но я всегда казанской божьей матери. Вот так вот. Ну и я, конечно же, понимаю, что мы уже в такой мудрости, что нужно думать о вечном. Ветераны сделали церкви свой подарок. Из паломнической поездки в Почаевскую лавру привезли лампаду. Теперь она горит возле иконы преподобного Иова Почаевского, как вечная память о павших в войне. Ветераны, их становится все меньше и меньше. Тот опыт любовь, который они приобрели и пронесли на протяжении жизни, очень не хватает сегодняшнему поколению. Клуб «Связь поколений» — это лишь часть великого дела возрождения семейных ценностей. Кто, как не ветераны, знает, что такое супружеская любовь, крепкая семья и настоящая преданность. Олимпиадами по математике или биологии школьников не удивишь. А вот 24 марта в одной из донецких гимназий состоялся областной конкурс знатоков библейской истории и христианской этики. В мероприятии приняли участие младшие школьники, ученики третьих-четвертых классов. Прежде чем приниматься за письменную работу, дети получили благословение, переданное от лица Высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Донецкого и Мариупольского. Владыка Особа просил передать свое благословение, потому что только чистым сердцем Бога узрят. А вот те, кто сегодня будет чисто участвовать в конкурсе, они как раз те и есть. Они могут Бога видеть, чувствовать его своим внутренним зрением. Поэтому Божие вам благословение на ваши труды в сегодняшний день и в дни последующие. Участники конкурса продемонстрировали знания курсов «Дорога добра», «Дорога милосердия», «Дорога добродетелей», «Дорога мудрости». Их они изучали по программе «Христианская этика» в украинской культуре. Предмет «Христианская этика» был введен впервые четыре года назад. И дети, которые сегодня учатся в четвертом классе, это как бы наш первый выпуск. И с учетом того, что в области более тысячи детей выбрали этот предмет, и, соответственно, родители согласились с изучением этого предмета, это говорит об интересе и к Библии, и к христианству, и к религии вообще. Я думаю, что дети получат, во-первых, удовольствие от того, что они приехали на конкурс и приняли участие в первом конкурсе подобного рода. И всегда для детей очень важно посоревноваться, посмотреть на свои успехи, на свои достижения, сравнить, пообщаться. Пока ученики писали свои конкурсные работы, учителя христианской этики и представители Донецкой епархии пообщались за круглым столом. Педагоги и священники обменивались опытом преподавания предмета и рассмотрели пути сотрудничества общеобразовательных учебных заведений с церковью. Кстати, конкурс стал одним из первых шагов такого взаимодействия, предусмотренного недавно подписанным договором. Донецкая епархия управления областного образования подписали договор о сотрудничестве. И в рамках этого договора в плановой работе есть вот это мероприятие. Оно на самом деле в такой организационной конве, оно, конечно, первое. По решению жюри, 11 учеников вместе с их наставниками были удостойны грамот митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона и Управления образования и науки Донецкой госадминистрации. Абсолютно все участники показали хорошее знание библейской истории и христианской этики и были награждены подарками от Оргкомитета конкурса. Совместный опыт школы и церкви доказал, обучение может быть и полезным, и интересным. Сколько американцев считают себя православными? Первый православный храм в Руанде – годовщина бомбардировки Сербии. Далее международные новости. Первый православный храм в честь Святой Троицы появится в ближайшее время в столице Руанды, городе Кигали. На днях по благословению Александрийского патриарха Феодора началось строительство святыни. 20 тысяч евро пожертвовал благотворитель, пожелавший остаться неизвестным. Еще 15 тысяч собрано верующими. Руанда – небольшая страна в Центральной Африке с населением свыше 11 миллионов человек. Она, как и африканский континент в целом, принадлежит к канонической территории Александрийской православной церкви. Продолжение следует... Напомним, согласно последним исследованиям, Соединенные Штаты Америки – страна, где одна из самых быстрых в мире динамик роста православного общества. В 13-ю годовщину натовских бомбардировок Сербии в стране состоялись заупокойные богослужения по жертвам трагедии. Напомним, в 1999 году в ходе бомбардировок Югославии войсками НАТО погибло свыше двух тысяч мирных жителей. Было разрушено 18 тысяч жилых домов и 365 объектов культурной и исторической ценности. Обращаем ваше внимание, что время выхода программы «Мир православия» изменился. Теперь смотрите нас в эфире телеканала «Глаз» в субботу и воскресенье в 20.30 и на телеканале «Эра» каждую субботу в 6.30 утра. Продолжение выпуска вы увидите... Жить завтра. Концерт для онкобольных детей. Бытовое и сакральное рядом. Выставка в музее Ивана Гончара. 96-я годовщина смерти Василия Сурикова. Репортаж с родины художника. Выбор веры. Опыт современников. Благотворительный концерт-акция «Жить завтра» в поддержку онкобольных детей проходит в Днепропетровске в третий раз. В этот раз к украинским музыкантам присоединились популярные киноактеры. Сергей Силин, Алексей Кравченко, Надежда Борисова, Данил Воробьев отложив свои дела в театре, на съемочной площадке актеров приехали, чтобы поддержать онкобольных детей. Наверное, влияет не столько сам концерт, сколько приезд наших дорогих и замечательных гостей. И приход их в отделение для детей, которые находятся на лечении, это действительно праздник. Потому что важно не только физическое состояние пациента, когда он находится на лечении, но и его психологическое состояние. То есть вот такая психоэмоциональная разгрузка, такой всплеск эмоций, ну, конечно, все это идет только на пользу. И горящие глаза ребят, которые, да, тут вот он сидит в палате, только смотрел по телевизору знакомый сериал, и тут открываются двери, к нему входят эти герои, жмут ему руку и желают выздоровления. Ну, как в этом случае не выздороветь? Посещение детей в больнице – часть благотворительной программы. Сфотографироваться с любимым артистом на память и получить его автограф – мечта каждого мальчика. Участие в акции актеров сериала «Братаны» – знак дружеской поддержки со стороны знаменитостей. Ребята это чувствуют и тянутся к ним. А актеры отмечают, что дети, которых постиг такой тяжелый недуг, и совсем маленькие, и постарше, рано взрослеют. К этому нельзя привыкнуть, точнее так будет сказать. У детей, неважно, сколько лет ребенку, три года, четыре года, очень взрослые глаза. Правильный девиз у фонда – жизнь соткана не из желаний, а из поступков. Со своей стороны мы постараемся сделать все возможное от нас, чтобы помочь хотя бы конкретно одному маленькому человечку скрасить его боль. Кроме подарков и автографов, актеры дарили детям свой талант. В благотворительном концерте приняли участие и украинские исполнители, певица Виктория Балант и ОС-класс, финалист шоу «Х-фактор» Юрий Богуславский, финалист проекта «Танцует все» Олег Патраков, концепт хор «Харизма». Наверное, они безумно рады нашему приезду, но хочется как-то поучаствовать в их жизни. Не знаю насчет жить завтра, хотелось бы думать насчет жить сегодня. Сегодня. Не знаю, что важнее. Жить завтра, наверное, надежда. Жить сегодня – такая реальность, которую хотелось бы подарить. Букет цветов для Алисы и пациентки клиники, которая побывала на концерте, вызвал у девушки восторг. Я хочу тебе сказать, чтобы ты верила в чудо, потому что я в него верю. И ты тоже обязана верить. У нас сегодня какой-то такой момент истины и просвещения себя, потому что все твои какие-то вопросы, проблемы отступают настолько на задний план, настолько кажутся никчемными и смешными. Поэтому я желаю сил, терпения и Божьей помощи. Во время концерта было собрано 111 тысяч гривен. На эти деньги будут приобретены препараты химиотерапии для маленьких пациентов отделения областной детской клинической больницы. Мир состоит из будничных вещей. Способность видеть в них отражение горнего мира отличает человека от всего, что дышит. Удивительно метко сакральное и бытовое, духовное и повседневное объединяет в себе наивное искусство. Именно поэтому выставочный проект, который действует в столичном музее Ивана Гончара, свел воедино множество различных вещей, которые при близком знакомстве оказываются родственными. Эта выставка проявления уважения к работе настоящих энтузиастов украинской народной живописи, среди которых Лидия Орел, Афанасий Ермоленко, Григорий Ксенц, обогащенная экспонатами из фондов Национального музея народной архитектуры и быта Украины и Национального музея Украинского народного декоративного искусства. Выставка раскрывает перед зрителем один из главных признаков украинского мировоззрения, которое, как метко выразился Иван Нечой-Левицкий, любит правду и эстетичность, описывает красоту такими красками, какими в христианских акафистах описывается красота христианских святых. Как правило, это безымянные художники. Они создавались с мастерами, которые не стремились подписывать свои произведения, они стремились объединить традицию с тем мировоззрением, которое им было присуще. Древняя домашняя икона, украшавшая дома, начиная с конца XIX века, вошла в сборники икон и народной картины музея Ивана Гончара. Сейчас коллекция насчитывает более двух тысяч экземпляров. Мы хотели показать только домашнюю икону, но благодаря сборнику Музея национальной культуры и быта Украины в Пирогово мы взяли еще и храмовую икону, иконы Волынской, Черниговской и Киевской школы. Это тот материал и то богатство, на котором основано не только традиционное классическое искусство. Как вы знаете, произведения сакрального искусства были наиболее важными и фактически единственными, которые создавали искусство и его корпус. И то, что сборник Ивана Гончара владеет прекрасной коллекцией, это дает нам возможность использовать их и в следующих проектах. Иконы святителя Николая Чудотворца, Святой Троицы, Богородица с младенцем, написаны с соблюдением канонических требований и делают более выразительными характерные особенности украинского барокко. Икона Святой Троицы длительное время хранилась в фондах музея украинского декоративного искусства. Сейчас она отреставрирована, и хотя от времени доска погнулась, глубинную сущность реликвии это не изменило. Начало этой коллекции было положено на рубеже 50-х годов прошлого века скульптором, художником и собирателем, имя которого носит музей. Она хранит дух старины, и этот выставочный зал показывает, как могут взаимообогащаться сакральное искусство и народное мировоззрение. 19 марта исполнилось 96 лет со дня смерти Василия Сурикова. Его картины экспонируются во многих музеях мира. Однако Красноярские художественные музеи имеют особую коллекцию полотен художника. И этому есть объяснение. Это родной город художника. 78 его полотен хранятся в местном художественном музее. Среди них одна из последних работ художника – картина «Благовещение». Сибирский город Красноярск даже в марте встречает гостей морозами и снегом. Могучая река Енисея, легенды о Ермаке и рассказы о русском художнике Василии Сурикове. Имя известного земляка присвоено сразу нескольким Красноярским музеям. Среди них художественный музей, который разместился в этом столетнем здании. В экспозиции музея представлены картины художников Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга. Особенно зрителей восхищает выставка «Икон», которая знакомит с уникальными работами сибирского письма. Сибирская иконопись – это своеобразный конгломерат разнообразных стилей и направлений. Московской строгановской школы, Новгородской школы. Естественно, конечно, это все привносилось в сибирскую икону. Она была более свободна по своим канонам. Не было той жесткой, схоластической схемы, которой отличались иконы где-то там 15-14 века. Здесь было более свободное, почти даже живописное решение. Многие иконы привезены из организованных музеем экспедиции. Они удивительно красивы по своей цветовой гамме. Хотя слово «красота» не очень соотнесено с понятием иконописности, но тем не менее именно это отличает. Каждый регион России, он все-таки рождал свое представление о красоте, даже если эта речь шла о таком чисто сакральном виде искусства, как иконопись. Фигуры святых монументальны, лики, суровы и аскетичны. Это говорит о связи с византийской традицией. Но в колорите сибирской иконы также есть и южнорусские, и украинские мотивы. Мы же не должны забывать, что в то время это была Единая Россия, и естественно, вот такие творческие, художественные связи, даже между иконописными школами, существовали очень тесные. Именно в Красноярске истоки уникального таланта живописца Сурикова созданные им полотна известны на весь мир. Большинство его работ хранятся в музейных коллекциях Москвы и Петербурга. Картина «Милосердный самарянин» написана Суриковым в 1874 году. Тема «Милосердие» волновала художника в жизни и отразилась в его творчестве. Летом 1914 года, почти в конце жизни, Василий Иванович Суриков снова посетил Красноярск, где создал целый ряд пейзажей и несколько акварелей. Здесь, в Красноярске, хранится его картина «Благовещение», написанная художником в тот же 1914 год. Этот замысел возник не случайно. Каждый человек начинает переживать такой духовный голод. Он начинает обращаться к высшему, прекрасному. И, естественно, конечно, что такой художник, как Суриков, он не мог не обратиться в конце своего творчества к сюжетике христианской. По мнению искусствоведов, полотно, написанное в 1914 году, отобразило гражданскую позицию художника. Оно стало символом благой вести для России, символом надежды. Вопрос о том, чья вера лучше, они и сейчас считают некорректным. Однако после рождения первого ребенка приняли православие, несмотря на то, что познакомились на молитвенном собрании протестантов. Далее об опыте семьи, которая сознательно подошла к выбору веры. Папа Дима, мама Елена и трое замечательных деток Даниэла, Марки, Лука. Вместе это большая семья Выговских. В дружной семье свои особые традиции. Например, когда звучат колокольчики, взрослые и дети собираются за обеденным столом, чтобы полакомиться мамиными блюдами. Перед едой все читают отче наш. А еще семья Выговских каждое воскресенье посещает киевский храм святителя Луки Воина Есенецкого. Правда, так было не всегда. Дмитрий и Елена познакомились в протестантской церкви. Со временем вступили в брак. Потребность в православии ощутили после рождения первого ребенка, потому что изменились приоритеты. Православие нам нравится тем, что это глубокое верование, это уже вековая традиция. И то, что раньше нам казалось поверхностным, сейчас мы понимаем, что как раз наоборот. Здесь глубина, здесь традиции, здесь корни. Крещеный ребенок, защищенный ребенок, убеждена Елена. Ведь ангелы-хранители никогда не спят. Говорит, вера – это защита и фундамент всего. С приходом православия, во-первых, полилось много слез. И это было очень важно. Потому что в протестантизме все легко, просто все радуются и хлопают в ладоши. И все, слава Богу. А на самом деле жизнь настолько сложная вещь, и хочется плакать об этом. И плакать и о детях в том числе, и о не сбывшихся каких-то надеждах, ожиданиях. В общем, и освобождение слезами было большой наградой. Конечно, Крохотный Лука пока не понимает, зачем нужно ходить в церковь и молиться, потому что маленький еще для этого. Сейчас двухлетний ребенок задорно рассказывает о героях любимого мультика своими словами. Сестричка Даниэла сразу переводит. Он говорит, они поют песни и танцуют. Ему нравится. Кстати, Даниэла от других не отстает. Девочка хорошо играет на пианино. Наверное, родительские гены сказываются. Другое любимое занятие – чтение. Иногда Даниэла даже читает вслух детскую Библию своим братьям. Говорит, изучает Библию в воскресной школе. Мы там занимаемся, играемся в разные игры и дружимся с другими детками. Пятилетний Марк тоже ходит в воскресную школу. Родители уверяют, Марк очень активный и талантливый ребенок. Он в хоре поет, в спектаклях играет, танцует и даже маме помогает на кухне. Но перед камерой немного застеснялся. Ну, с кем не бывает. На стене в гостиной есть интересная фотография с изображением трех пар детских ножек. Это наше счастье, говорит Дмитрий Елена. А молитва помогает оберегать его. На сегодня все. Напоследок напомним, что на пятой неделе Великого Поста церковь почитает преподобную Марию Египетскую. В своей молодости позор и соблазн для всех. А сегодня символ покаяния и святости. Пусть ее образ вдохновляет нас на покаянный труд в последней неделе Поста. Всего вам доброго. До свидания.